Как же похудеть без диет? Этим вопросом задаются многие. Кто имеет лишний вес? Физкульт, привет, друзья! На связи Мускулшоп. Сегодня поговорим о том, как же похудеть без диет. Естественно, вы видите, что я сижу на велотренажере. Соответственно, вы думаете, что речь пойдет о занятиях на этом снаряде спортивном. Конечно, тем, кто имеет лишний вес и хочет скинуть лишние пару-тройку килограмм, а может у кого-то и больше, должны понимать, что в целом интенсивное занятие на тренажерах, либо вообще физическая нагрузка, это не главный фактор в процессе похудения. Но один из ключевых моментов. На первом месте я бы, наверное, поставил все-таки питание. Потому как от того, насколько правильно вы питаетесь, будет зависеть ваше продвижение по лестнице похудения, скажем так. Поэтому давайте понимать, что если вы задались целью похудеть, то в этом уравнении слишком много переменных, от местоположения которых и будет зависеть ваш результат. То есть, если вы пришли, к примеру, в спортзал, либо дома сели на тренажер и занимаетесь, к примеру, образно говоря, час на тренажере, а потом такие, ха, да я пойду сейчас. Я позанимался и теперь можно пойти расслабиться. Пошли и нажрались там отбивных, либо пиццу съели, гамбургер, либо пошли в Макдональдс закусили. Такой результат, такие тренировки и такое препровождение ничего хорошего вам не сулит. То есть, вы все, что потратили, все калории, которые вы потратили на занятиях на тренажере, на любом тренажере, вы их все потом вернули. Поэтому тут нужно учитывать, если вы хотите скинуть лишние килограммы, вы должны правильно составить рацион питания. В этом вам помогут грамотные диетологи. Это не к нам. Я лишь могу подсказать, как можно похудеть при помощи любого спортивного снаряда. Значит, основная суть в чем? То есть, вы должны тратить калорий больше, чем вы потребляете. И без тренажера, какого угодно тренажера, это сложно достичь. То есть, вам нужно либо много очень ходить, как советуют врачи, там минимум 10 тысяч шагов в день, либо бегать, ну, либо заниматься какой-то другой активностью. В частности, чем хорош велотренажер? Вы можете заниматься дома и при этом смотреть там любую телевизор, телепрограмму, никуда не ходить, не тратить время на поездки в зал, не тратить время на абонемент. Вы поставили дома, включили себе телевизор. Я люблю слушать во время занятий на кардиотренажерах аудиокниги. Ну, это каждому свое, у кого-то это YouTube, сериал, либо музыка просто. И занимайте свое удовольствие. Эффективным будет упражнение на велотренажере. Если учитывать ваши занятия, то вы не просто сидите на велотренажере. Если вы хотите добиться большего эффекта, вам нужно немножко во время тренировки приподнимать свою попу от сидения. В этот момент как раз у вас больше нагружаются ягодичные мышцы, мышцы бедра. И в целом тренировка проходит более эффективно. Такие тренировки нужно проводить желательно каждый день с интервалом по времени от 30 до 50 минут. Можно больше, хуже от этого не будет. Здесь уже зависит от того, какая у вас задача. И в целом велотренажер очень эффективный снаряд для похудения. Почему? Потому что он помогает сжигать максимальное количество калорий. И при этом не сильно нагружает наши суставы. Если сравнивать его с беговой дорожкой той же, то там уже присутствует ударная нагрузка на суставы, которая не всем позволительна. То есть если у вас проблемы со спиной, либо же с коленным суставом, то здесь как раз врачи в большей степени рекомендуют заниматься на велотренажерах. Это был магазин Мускулшоп. С вами Сергей. Все роли... Тьфу. Все тренажеры вы найдете в ссылке под описанием к этому видео. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok